Итак, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очередной плеер, младший плеер в линейке FIO серии X. Это X1 первого поколения. Поставляется плеер вот в такой вот незамысловатой коробке. Значит, в комплекте идёт силиконовый чёрный чехол. Наверное, мнению маркетологов должна быть самой массовой моделью. FIO решили немножко придурнуть, внести, так сказать. На плеер можно устанавливать вот такие вот наклеечки. В общем, хрен узнает. Это, видимо, для патриотов Соединённых Штатов Америки. Из аксессорев у нас идёт только USB-провод для подключения плеера к компьютеру, либо для зарядки. Инструкция, мануал. Тут расписаны все кнопки русского языка. Конечно же нет. Как нет и русского флага в наклеечках. Про чехол прям уберу его. Опять вот они, вот опять, ну что это такое? Ну, я понимаю, что они подразумевали, что флешка вставляется сюда на века, и что обновлять медиатеку мы будем непосредственно, подключая плеер. Ну, блин, ну, неужели вот нельзя? Может быть, кому-то удобнее пользоваться картридером? Ну, нет. Нет там встроенный картридер в 3.5 отсек, и нет шнура под рукой. Ну, неужели нельзя было сделать здесь небольшую выемку под вот это? Это что, так сложно? Фью, ну, что это такое? Блин, вы штамповки под кнопки сделали, а эту нет? Ну, не знаю, как это назвать. В результате, вот мне, например, вот так сказать, обладателю этой ситуации, мне приходится вытаскивать, что вот этого малыша, что и X5 первого поколения. В результате вот на X5 и здесь вот уже вот у меня на чехле происходить вот такие вот вещи. Он начинает рваться в этих углах. Итак, технические характеристики плеера. Заявленные мощности выходная 70 мВт при 32 Омах, 120 мВт при 16 Омах. ЦАП здесь используется от техас инструментал PCM5142. Значит, по дата-шиту, SNR у ЦАП составляет 112 дБ. Частота дискретизации может достигать 384 кГц при глубине квантования 32 бита. Значит, это классический Delta Sigma ЦАП. Да, SNR у нас это соотношение сигнал-шум 112 дБ. Ну, в принципе, неплохой показатель. Если мы еще вспомним о том, что диапазон человеческого услуга это 120 дБ. Выход microUSB, экран 2 дюйма, ровно 2 дюйма, TFT с разрешением 320 на 240. Заявленная мощность аккумулятора 1700 мАч по размерам. Ну, где-то, наверное, 10 см на 55-60 мм. Здесь, наверное, полтора сантиметра. По весу, ну, наверное, где-то около 100 грамм. Здесь у нас линейный вход совмещен с наушниковым. Выбирается в меню. На правой боковой грани у нас расположены кнопки включения регулировки громкости. Также вот эта кнопка резета на левой, это на левой боковой грани. На правой боковой грани разъем под флешку, разъем microUSB. И здесь индикатор, цветовой индикатор. Дальше здесь уже уменьшена копия модельки X5 первого поколения. Но, правда, здесь вот маркетологи или кто там экономисты, они всё-таки не пожалели деньги на иконки. И, в принципе, вот если носить его без чехла, то по иконкам понятно, за что отвечает каждая кнопочка. Опять же, на нанесение краски на чехол, на эту же денег уже у компании FIO не хватило. Поэтому на чехле иконок нет. Итак, смотрите, некоторая вот особенность. То есть, здесь имеется намек на продуманность эргономики. Опять же, плеер имеет закругленные края, что удобно сказывается при ношении плеера в кармане. Видите, вот кнопка включения-включения, она сделана заподлицо с боковой гранью. Это как бы избавляет вас от случайного нажатия чем-то там в кармане. Кнопки увеличения громкости, правда, выпирают из корпуса. Значит, здесь уже менюшку переработали по сравнению с X3 первого поколения. Она здесь напоминает, уже повторяет, грубо говоря, менюшку из X5 в горизонтальном исполнении. Значит, передвигаться по менюшке мы можем либо с помощью вот этого колеса селектора, кругового селектора, либо с помощью вот этих вот кнопок. Тогда у нас менюшка сделана прикольно. Она из вот этого круга превращается просто вот в такие разделчики. Начиная с X5 здесь плеера поддерживает списки воспроизведения. Вы можете создавать свои плейслисты. Ну, соответственно, избранное это просто то, что все треки помечены сердечком. Жанры это то, что плеер строит свою библиотеку из медиа-данных, которые, медиа-треков, которые загрузили вы на плеер. Плеер не имеет встроенной памяти, как X3 первого поколения. Здесь только карта памяти. Значит, можно, здесь можно просматривать папки, осуществлять навигацию по папкам по музыке, расположена на карте памяти. Дальше, настройки воспроизведения. Навигация по этим пунктам меню у нас осуществляется с помощью колесика. А смена опции меню, она осуществляется с помощью кнопок перемотки треков. То есть, следующий, предыдущий трек. Значит, что у нас здесь? Режим воспроизведения по порядку. Вот, сейчас секунду. Вот это вот у нас режим воспроизведения по порядку. Это случайный порядок, это повтор один раз и повтор, ну, например, там выбранной папки, либо альбома, либо там жанра исполнителя. Дальше, режим возобновления. То же самое, как на X3, то есть, при включении плеера. Что будет, с чего, с какого момента будет возобновляться воспроизведение. То есть, либо с позицией трек, которую запомнил плеер при выключении. Либо с песней, то есть, это начало трека. Либо это выключен, вам придется каждый раз выбирать заново. Дальше, воспроизведение без пауза. Это так называемый гаплес. Здесь уже переводчики наконец-то поняли, что это такое, перевели его правильно. Максимальная громкость. Ну, опять же, это лимитер на громкость, которую вы можете регулировать клавишами volume. Громкость по умолчанию. То есть, откуда при включении плеера, опять же, откуда берется значение громкости. То есть, вот индикатор, который вот здесь вот. То есть, если мы, например, нащелкали с вами 50, то при включении плеера он будет брать громкость из плеера и устанавливать значение 50. То есть, последнее текущее сохраненное значение. Либо можно изменять и тогда поставить вот этот пользователь. И тогда нам будет доступен вот этот пункт меню. Здесь мы уже с вами сможем выставить значение громкости, которое будет у нас учитываться при воспроизведении трек. Да, мы заходим сюда. Здесь вот такой есть подменю по нажатию центральной кнопки. И здесь вот уже выставляем нужную нам громкость. Соответственно, давайте вернем на память. Эквалайзер. Здесь уже есть, как и FIO X5, эквалайзер. Ну, я понимаю, что это не аудиофильский, но все же с установленными пресетами. Вот свой эквалайзер. Да, и пользователь может выбрать еще свой эквалайзер. То есть, соответственно, управление осуществляется так же, как на FIO X5. То есть, вот колесико мы движемся по частотам, нажимаем кнопку. Регулируемая нами частота помечается оранжевым цветом. И с помощью колесика мы с вами выставляем требуемый уровень. Опять же, повторное нажатие на центральную кнопку у нас мы выходим из регулировки данной частоты. Дальше. Ну, у меня, как у уважающихся аудиофилы, эквалайзер всегда выключен. И я не пользуюсь. Ну, аудиофилы вообще не пользуются эквалайзером. Они покупают разные плееры. Потому что эквалайзер – это зло. И именно коллекционирует звучание разных настройки разных эквализаций, покупая разные плееры. Да, то есть. Значит, баланс. Ну, соответственно, можно поправить баланс левого и правого канала. Здесь, опять же, вот, если есть стрелочка, то мы туда можем войти. Вот, значит, этот пункт меню содержит некое подменю. Ну, вход в подменю осуществляется всегда по нажатию кнопки центральной кнопки. Ну, и здесь вот мы можем осуществлять регулировку канала. То есть, влево или вправо. Так, ну, это будет полезно, если есть какой-то некий разбаланс, например, в наушниках. То вот эта вот функция может быть полезна. Значит, воспроизведение через папки. Если включено он, то плеер будет при установке воспроизведения по порядку, плеер будет шагать через папки. Ну, удобная функция, если вы там залили 100 альбомов. Не знаю, у кого есть 100 альбомов. Может быть, 100 альбомов Киркорова. И он, значит, все эти папочки проиграет, если раньше не сядет аккумулятор. Последний пункт меню у нас – системные настройки. Значит, обновление медиатеки – это либо вручную, либо можно выбрать. Если вручную выбран, тогда по нажатию вот этой кнопочки у вас происходит обновление библиотеки. Ну, тоже все самое, абсолютно все то же самое, как и на плеере FIO X3, FIO X5. Либо мы можем выставить, например, автоматически приставки флешки. Плеер будет сам обновлять библиотеку. Значит, настройка блока кнопок. Значит, здесь, как и на пятерке, можно выставить разные режимы блокировки при ношении в кармане. Заходим туда. И вот мы можем выставлять. То есть, блокировка 1 – это работают только кнопки увеличения и уменьшения громкости. Кнопка 2 включает, доступными делает кнопки громкости и центральную кнопку. И блокировка 3 – значит, кнопки громкости, центральная кнопка и вот эти две нижние кнопки для перемотки трек. Ну, я думаю, третий вариант, он будет самый оптимальный. Отключение дисплея через 60 секунд. То есть, при простое плеера время задается, после сечения которого дисплей будет отключен. Яркость, опять же, ну вот здесь вот экран уже не такой туслый, как на X3. То есть, экран пободрее, но я вот ношу там где-то десяточка. В дневное время, в принципе, при солнце все равно он очень тусклый, приходится прикрывать руками. Значит, режим ожидания у нас, если он включен, то плеер после истечения времени, когда ничего не происходит, например, в следующем пункте у него можно выбрать, что это, там, 1 минута и максимально 8 минут. То есть, по истечении этого времени плеер уйдет в режим, так называемый режим ожидания. Он не выключится, но он погасит там экран, прекратит какие-то там свои внутренние. Если вот здесь вот нажато on и потом вот здесь вот выставлено время, по истечении этого времени плеер переходит в режим ожидания. Значит, режим сна это то же самое, что и в X3 и в X5. То есть, если включен режим сна, тогда следующий пункт, меню таймер режима сна, он позволяет выбрать время отключения плеера. Да, но удобно для тех, кто, например, засыпает. Вот вы, например, поставили там на 120 минут и включили on. Тогда через 120 минут плеер сам выключится, чтобы он там, вы заснули, например, и чтобы он всю ночь плеер не лопатил впустую. Значит, выбор входа. Так как здесь комбинированный вход линейный и наушники, здесь мы вот как раз выбираем по нажатию центральной кнопки, что у нас есть. Либо линейный вход, либо наушники. Дальше можно выбрать одну из предустановленных тем цветовых. Ну, тема всегда одна, меняются только цвета. Активация гарнитуры. Это если нажата on, то плеер поддерживает 4-х контактный разъем, 4-х пиновый джек с кнопкой гарнитуры. Значит, по нажатию на кнопки гарнитуры там, по-моему, ставится трек на паузу и по повторному нажатию воспроизведение начинается вновь. Там, по-моему, по долгому нажатию можно переключаться на следующий трек. По-моему, плеер поддерживает только однокнопочные гарнитуры. То есть, трехкнопочные гарнитуры, они, по-моему, не поддерживаются. Так, здесь у нас идёт что? Отображение имени файла, то есть как будет отображаться на экране воспроизведения, проигрываемый трек, что у нас тут есть, заголовок, имя файла, заголовок, имя файла, всё. Про X1 здесь у нас, значит, информация про плеер, серийный номер плеера, объём флешки, это версия прошивки, а это количество треков музыкальных. Ну и последний пункт меню это язык, тут это китайский, английский, ещё китайский, мало похоже на китайский, французский, немецкий и всё, в принципе, ничем от X3 не отличается. Форматирование памяти, соответственно, форматирование флешки, заводские настройки, это сброс к заводским настройкам. Дальше, ну вот всё мы рассмотрели с вами, давайте теперь на экран воспроизведения, воспроизводится сейчас. Плеер показывает, ну, на своём экранчике обложки альбомов, ну, как может, так и показывает. Значит, что у нас здесь, отображается название, плеер стал менее аудиофильским, он больше всё-таки предназначен теперь уже для массового потребителя. Здесь уже не отображается ни формат проигрываемого файла, ни частота дискретизации, глубина квантования. Значит, отображается у нас название трека, прогресс бар, длительность воспроизведения. Вот это вот 1 дробь 136, это у нас, ну, так как я вот выбрал, как бы, получается, все песни, да, то есть вот все 136 треков, он мне его загрузил в виде такой вот большой папки. То вот он мне показывает, что это вот один из 136 треков, которые находятся на карте памяти. Дальше, установка на паузу у нас вот затемняет экран, выводит такую пиктограммку. Перемотка треков. При любом нажатии этой кнопки мы всегда возвращаемся к началу трека, а к предыдущей, значит, нам надо два раза нажать на неё. Да, быстрое нажатие два раза он нас уже непосредственно отсылает к предыдущему треку. Не знаю, будет тут видно или нет, не совсем тут товарищи продумали. При нажатии на эту кнопку у нас вылезает вот такое верхнее меню. По-моему, я вот забыл рассказать это про приописание плеера X5. Значит, вы можете добавить этот трек в избранные треки. Дальше и также его оттуда исключить. Дальше, что у нас ещё тут? Вы можете добавить его в плейлист. Что у нас тут? Вы можете изменить порядок, то есть выбрать, например, shuffle, то есть в случайном порядке. Либо по порядку, либо по кругу папку, либо одноразовое проигрывание трека. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok